Всем привет, мои дорогие друзья! С вами Сан Саныч Богомолов. Да, я нахожусь в очередной раз в светофоре. Получается, это уже третий сезон светофора. Я провел голосование и сделал еще доп-голосование, потому что писали в комментариях люди, Саныч, давай уже месяц на светофоре, ты как-то обещал. Я вспомнил, да, действительно, месяц на светофоре. Хотя я думал, что победит неделя на 0 рублей бомжом. Но победил, как ни странно, светофор. Возможно, это со светофора накручивают эти опросы. Так что, друзья, с вас по традиции лайк, подписка. Самый интересный, веселый или остроумный комментарий я обязательно лайкну и не оставлю без внимания. А мы стартуем один месяц, живу только на продуктах из светофора. Погнали! Ого, какая вещь появилась. Смотрите, имбирь маринованный для суши розовый. Раз. Если у кого есть свой ресторан, кофе, ой, кстати, суши вот Виталику покашеварим. Можешь закупать здесь в светофоре. Цены, правда, нет. Но, наверное, дешево. Лосось атлантический, натуральный. Где? Не вижу. Вообще, что-то мне захотелось вот такой темы. Лапша, big lunch, да? А, нет, это не это. Тоже ценника на это нет. Big bon, максимальный обед. Пюре картофельное, по-домашнему, с кусочками тушеной курицы. С жареной, соус с жареной курицей. Давайте возьмем, я такую ни разу не пробовал. Новинки, новинки, новинки какие. Смотри, какие огурцы. Диодетка на питание. Трехлитровая банка, а? Может, что, попробуем такие огурчики? Что бы нет, да? Наш огород, премиум. Огурцы маринованные. Интересно, сколько стоят? Под пюрешечку, вот что-то мне захотелось такого огурчика. А вот, посмотри, что появилось. Мандарины. Представляете? Только они какие-то желтые. Это, может быть, это клементин? Нет? 76 рублей килограмм. Ага. Там хорик внутри. Что там? Возьмем чуть-чуть. Пять штучек. А то они мне что-то пугают своей желтизной. Ребята, я знаю, что вы любите, когда я страдаю. Ем всякое, экспериментирую. Но вы-то не обязаны. Поешьте за меня хорошо, а то я за вас переживаю. Короче, я схитрил. Накануне эксперимента заказал в семью хорошей еды. Чтобы на весь день хватило. Чтобы наесться, а потом уже во все тяжкие. Тем более, мой промокод SanSanych. Фудбенд продлил до конца осени. Вы успеете попробовать новинки, которые я рекомендую. По промокоду SanSanych скидка 25% вообще на все. У Фудбенда свои кухни по всей Москве и свои курьеры. Доставка круглосуточно по всей Москве. В меню пицца прямо из печи. Гавайские покки с лососем или креветками. Свежайшие роллы с рыбой или унаги. Вок и лапша в удобных коробочках. Берите новое. Парма рукула. Пармская ветчина. Сыр пармезан. Помидорки черри. Мои любимые. И соус бальзамик. Пицца солнечная, как сама Италия. Ну а для любителей поострее. Кстати, я очень люблю острое. Пицца, колбаски, спайзи. Здесь секретный ингредиент. Сычуанская паста, то баджан. Она редкая, пряная. Очень мало где можно встретить такую специю. Ну и как обойтись без поки? В этот раз решил взять поки с креветкой. Потом я взял вок, баклажаны с кисло-сладком соусе. Ну вкус и запах, как в Китае. Еще раз всем, кто не осознал своего счастья, в Фудбенд работает промокод САНСАНЫЧ. Скидка до 25% на все заказы, на все блюда из меню. Переходи по ссылке в описании или скачивай приложение в Фудбенд. Вводи промокод САНСАНЫЧ. Получай скидку. Доставят быстро и даже ночью. Ну что, друзья, сейчас я быстренько перекушу, а вы продолжайте просмотр. Снежок, кефир. Снежок, он сладкий, да? Вот, сыр плавленый, 3 по цене, 2. С ветчиной, сливочной, с грибами. 166 рублей. Ладно, в следующий раз возьмем. Куда столько набирать? Деликатес балык премиум. Балык, конечно, хорошая штука. Дорогая. Для богатых. Во, грибы. Шампиньончики. Ну-ка. Что-то. В принципе, нормальные, да? Грибы можно вот понюхать. Они должны грибом пахнуть. И без всякой склизкости, слизи. Там колбасы, колбасы, колбаса с салями. Это что? Подожди. По три колбасина? Салями нежная. Мясная коллекция. 263 рубля. Ладно, потом попробую. Ну, сервелат австрийский. Я вот прям представляю. Богачи там, олигархи всякие приезжают куда-нибудь на Новый год в Австрию, да? На горнолыжку шикарнейшую, шестизвездочную. Им подают от тяжего сервелат австрийский. 91 рубль. Я предлагаю попробовать сервелат австрийский. Что-то у меня более от тяжего. Нормальная контора можно взять. Лукошко, золотой лукошко. Майонез, провансаль. Я хочу, наверное, пельмешей еще взять. А под пельмени нужен майонез. Сколько такое лукошко стоит? Давайте возьмем. Оно, наверное, как настоящее. Масло подсолнечное, рафинированное, дезодорированное. Питьевое, яичный, желток. Да, да. Вот это вот более-менее настоящий майонез. Как домашний, типа. А, горчичный порошок еще должен быть. Нет, горчичного порошка нет. Ох, странно. Какой-то швейцарский сыр, походу, здесь лежит. Что-то зреет. Еще зреет. Палочки куриные, фирменные. Кстати, надо будет тоже попробовать как-нибудь. Вот, пельмени деревенские. Ни разу такие, кстати, мы и не брали. И сколько они стоят? Блинчики, блинчики, крыло, голень, ребро, тесто. Я говорю, а почему нету циника? Полуфабрикаты рыбные, фасоль, блины, блины, крабовые палочки. С циниками что-то проблемы в этом светофоре. Полопанные они, конечно, какие-то. Ну, думаю, ничего страшного. Посмотрите, что я углядел. Одним комком. О, хоть молодцы. Холодильники чистые, в чистоте держат. Размораживали, недавно мыли. Видите, все моют, обрабатывают. Вот это вот радует. Это все зависит, я так понимаю, горчица особая. От одного человека, управляющего. Потому что светофор светофору рознь. Коврик для фитнеса, 198 рублей. Я все-таки доберусь, если меня не завали тут. Смотрите. Черная часть, не, душицу я ненавижу. Это причина. Для приготовления ароматного напитка. Сурок. Их. О, шиповник. Смотрите, шиповник натуральный, растворимый. Повышает тонус. Природный антиоксидант. Укрепляет здоровье. Повышает иммунитет. Тоже, да, нету ценника? Вообще непонятно. Но, я думаю, можно взять. Знаете почему? Потому что сейчас осень. Осень. И надо вот такой вот, надо пить. Повышать иммунитет. Огненный чили соус. Стебель бамбука. Хотел бы я попробовать. Но не сейчас. Что-то я уже тут набрал, ребята. Я разорюсь с этими светофорами. Все, хожу. Смотрю на эту пасту. И облизываюсь. Это как нутелла, да, типа? Смотрите, кто-то продолжает этим упорно заниматься. Рвет. Подождите, а вот это вот, мне кажется, не человек погрыз. Явно. Видите? Посмотрите. Посмотрите. Вы знаете, кто это грыз? А я понял, кто это грыз. Но я не буду вам говорить. Вот тут так же. Разорвано, видите? И прогрызено. Поняли, да? Смотрите, а что это такое? Вот люди сейчас покупали. Вино полусладкое, красное. Забыла, оригинальное. Смотрите, вот сейчас люди здесь вот покупали, да? Вот эту штуку. А, вино и забыла. Офигеть, в бочонке. Представляете? Прямо уже 10 литров вина. Так, салфетки влажные в машину надо кинуть. Обязательно кончились. И сейчас водички какой-нибудь в дорогу попить хочу. На дворе уже ночь. Завтра стартую. Я сказал, стартуем. Кондор. А, это какие-то энергетические напитки. Во, давайте вот такую гадость возьмем. А это что? Томатный сок. Какие-то энергетики интересные есть. Но я вот такое смотрю. 100% натуральные ингредиенты. Чиль. Я не удержался. Сегодня на вечер. Смотрите, какой неплохой, да? В стиле в таком узбекском каком-то. Да. Блин, 380 рублей. Нет. А, это большая. 385. Ляган. Да, да, да. Ляган. Это ж узбекская. Точно. У меня утро сейчас. А это значит, что надо быстренько позавтракать и отправляться к стоматологу. Сколько тут? 2 чайные ложки. Творожная масса. Моя любимая. Шиповник. 103 рубля. Сервелат 91. Ммм, кстати, прикольный. Сахара вообще почти нету. Да, здесь, прикиньте, написано. Добавьте горячей воды, сахар или сахарозаменитель по вкусу. То есть, здесь в составе нет сахара. А то обычно покупаешь вот эти растворимые всякие чаи. Сладющие там на первом месте сахар. Во! Вот это. Я нашел свой напиток. Молодцы, ребята. Молодцы. Я вас еще даже покажу. Прорекламирую. Вот. Натурпродукт. Фитолайн. Поняли? Вот. Состав тупо экстракт шиповника. Все. Больше ничего нет. Так. Свет может меняться, потому что солнце то за тучами, то не за тучами. Хренадер, хренадер. Сколько стоит вот это вот? Масса. 99 рублей 800 грамм эта масса стоит. Это вообще хорошая цена, я считаю. Но я хочу... Блин. Я никаких же галет... Ни хлеба, ни галет нету. Чтобы сервелатик попробовать на завтрак. Австрийский. Сразу чувствуется. Слушайте, ну пахнет колбасой. В аэропорту, в бизнес-залах, в приорите, дают вот такую колбасу. Да, это, конечно, не сервелат. Знаете, на что похоже? Озерская колбаса, может кто знает. Но вот это я очень люблю. Эту массу и детям можно по утрам. В составе творог сливочное масло, сахар, немного ванили и изюм. Все, друзья, буду завтракать и выдвигаюсь в Москву. Где Беломора достать? Закрыты уже магазины. Сейчас я ехал, друзья, в машине. А я... Яндекс.Мьюзик мне подсунул фактор 2. Песня... Моя... Песня, песня... Песня, короче, студенчество моего бурного. Ну, давайте. Биг Бонг. Максимальный обед. Пюре по домашнему. С кусочками тушеной курицы. Так, какой рецепт? Высыпать... Добавить в гарнир. В горячий гарнир. Угу. Ага, все. Соус потом. Соус в самом конце. Залить по линию. Тушеную курицу. Прямо со всем жиром. Где тут курица тушеная? О, нифига! Смотрите, целый кусок курицы тушеной. Ижали настояться. Чипсы король вкуса. 24 рубля всего чипсы колечки. Напиток вот этот Lime Fresh 41. Но химия лютая. Батончик злаковый 41. Мандарины на 48. Вышли. Салфетки влажные 32. Пельмени деревенские 58 рублей. За 1 килограмм. 58 рублей. Представляете? Картофель пюре по-домашнему 61 рубль. Жесть. Огурцы 178. Сейчас. Есть один способ. Как вскрыть? Что-то не идет. О, чуть-чуть воздуха надо пустить. И все пойдет. Сейчас попробую. Я же тоже, друзья, тут закупил в этом светофоре огурцы. Получается по 40... О, по 23 рубля за килограмм. Короче, купил. Просто ящик. И замариновал. И там же в светофоре купил для маринации. Такую бочку специальную с гнетом. Тут оказалось 2 куска курицы. Я потом пошел выкидывать этот пакетик. Смотрю, там еще кусочек курицы. Крутой соус написано. Это масло какое-то, да? Или что? Лучше ложечкой пюре есть. Зачем они вилочку в комплект дают? Непонятно. Вкусно пахнет соус. Ну, вкусно. Кто бы что ни говорил, вкусно. И запах такой приятный. Вот жареной курицы реально. Сейчас курочку попробуем. Вкусно. Сюда бы еще банку тушенки вбухать. В эту пюрешечку. И будет супер. А, я недавно... Я же пробовал, ребят. Пюре с этим... С роллтоном. Тема обалденная. Укруцы, вода, соль, регулятор кислотности, уксусная кислота, укроп, семена горчицы, перец, черный горошек, чеснок сушеный, лавровый лист, посластитель, сахарин. Вкусные. Вкусные. Вкусные, действительно. Можно было без посластителя. И еще немножко гвоздички добавят. И радует, что у них есть уксус, тогда батулизм не страшен. Курица, 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 не такая, знаете, вот как я, когда покупал цыпленок в собственном соку, он там в воде какой-то плавает. Здесь прям нормальная курица, чувствуется. Короче, доел я все пюре, вкуснейшее, но дорого, 60 рублей, друзья. И решил посмотреть этот сериал «Офис», я смотрю. Мощнейший сериал, всем рекомендую. «Я, в общем, дело такое, это я виноват, только я и никто другой. Мы сидели там и ждали, пока вы спуститесь. Я решил пошутить. Вышло глупо. Согласен. А Крейг воспринял все всерьез. Решили пошутить. Да, неудачно. Ну, А Крейг, как вы уже заметили, не отличается остротой ума. Хотя по-своему полезен». Косточек нет. Не сладкий, но и не суп. Кисловатый. Кисловатый. Мне вот такие нравятся. Хорошо, друзья, не переключайтесь, встретимся с вами на жирном ужине. А какой там жирный пельмени? Беспонтовые, наверное. Да, закипело. Мои уже поужинали. Сейчас будем есть пельмени деревенские, глубоко замороженные. Я сфотографировал этикетку. Надо почитать состав. Мне кажется, тесто толстое. Кстати, вообще не разорвались ни одни, даже которые потресканы были, не выплыло из них тесто. Ой, тут мясо. Мясо. 55 рублей за килограмм мяса. Оно вообще тут есть? Оно есть. Что-то он слишком белый какой-то. Я, кстати, сам делал майонез домашний. И получалось вкусно. И делал я соевый. Соевый майонез. Делается очень просто. О, хреновина. О! О! Вот это тема. Ну-ка, мазик. Фигня. Это вот как у каждого дня майонезный соус. Даже хуже. Ладно, давайте без майонеза попробуем. Фарш в желтизну отдает. Есть лук, перец. Жесть. По вкусу как собачатина. С каким-то привкусом. Ну, соя. Соя. Галимая соя. Деревенские. Состав. Тесто. Мука пшеничная. Вода питьевая. Меланж. Масло растительное. Фарш. Вот. Вода питьевая. Фарш из мяса птицы. Механической обвалки. Ну, это там. Хвосты. Клювы. Перья. Поняли. Ага. Лук репчатый, свежий. Мука соевая. Кожа индейки. Жир индейки. Изолят соевый. КПД стабилизатор. Е461. Кукурузный крахмал. Соль пищевая. Вафельная крошка. Кожа куриная. КПД вкусоароматическая смесь. Пирофосфат стабилизатор. Трифосфат регулятор кислотности. Растительный гидроизолят. Что? Карри? Перец черный. Пряности. Крахмал. Глутамат натрия. Усилитель вкуса. Перец черный. Молотый. КПД консерваторы. Декстроза. Лимонная. Яблочная кислота. Короче. Мальтадекстрин. Ацетат натрия. Там глутамат. Усилитель. Ароматизатор. Могут содержаться следы аллергенов. Молока. Яиц. Горчицы. Молока. Ну да. Да. Вот. Вот. Мне кажется. Вот. Если вот. С хреновиной мы поедим их. То будет более-менее нормально. Я расстроен. Хотел вот. Поужинать хорошо пельмешками. Я вообще люблю пельмени. 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 исправляет сразу эти пельмени привкус хрена заглушает вот этот неприятный вкус даже фаршем назвать нельзя на их даже оставлять не буду и даже собаки есть не будут ни в коем случае не берите вот эти домашние мазик это тоже провансаль лукошка республика татарстан масло подсолнечное рафинированное дезодорированная вода сахар яичный желток соль поваренная пищевая регулятор кислотности сарбат калия бензинат натрия ароматизатор горчица вот здесь должен быть вообще настоящая горчица кто делает вот этот хренадер на это наша подмосковная но пельмени о алтай холод алтайский край город барнаул стыдно должно быть алтайский край богат такой на всякие вкусняшки у них мясо хорошее заливные луга такие вот подставу такую санычу в виде собачьего мяса я шучу собачье мясо вкусная вот обед у меня был шикардос пюре хуэту рекомендую но за 60 рублей это дорого я короче друзья подрублю офис сериаль буду есть вот эти колечки 24 рубля стоят очень похожи на корейская московская область тоже в ассинский район рп хоро У корейцев, говорю еще раз, есть такие луковые кольца. Ну а, друзья, не переключайтесь. Завтра на завтраки. Все жду на этой кухне. Друзья, всем доброе утро. Предлагаю каждый день, как говорится, утро вечера мудренее. Я обспал все это дело и понял, что вот эти пельмени надо отправить в помойку. Извините за выражение, вот этот майонез провансаль тоже. Ладно, я ему дам еще один шанс. Я ему дам еще один шанс. А сейчас завтрак и выдвигаемся. Вот эти половину вчера луковых колечек съел под офис сериал. Сейчас завтрак быстренько и выдвигаемся в сторону Светика. Почему так больно? Сделай же контрольный. Попробуем. Я еще не ел. Но ребенок нашел, уже съел один. Говорит, очень вкусно. О, они прям, ребят, злаковые. Здесь и воздушный. Не могу есть с этой стороны и с этой стороны. Воздушный рис. Хлопушки овсяные, как я понимаю. Кукурузные хлопья. Что-то пересвет идет. Вкусно. Ну, не то, чтобы по вкусу вкуснее. Но по сути вкусно. Майкл Скотт, это, конечно, там. Вот эта любовная линия. Ну, так, для любителей, кто любит романтику. Самые крутые в этом сериале офис. Это Майкл Скотт. Начальник филиала. И Дуайт Шрут. Мне кажется, Дуайт Шрут еще даже смешнее, чем Майкл Скотт. Голл светофор. Друзья, продается суфле. Маршмеллоу. Называется сладкий снег. Хорошо, что не желтый снег. Блин. Ладно. Я такой юмористный, хоть в Камени Клаб, да? Шутка. Смотрите, 95 рублей 10 штук. Вот жена любит вот такие вот салфетки. Из микрофибры. Цвета тогда лучше возьмем. Желтый, зеленый, красный. Или такие голубеньких. Давайте это голубеньких. Вино домашнее. Я хочу кофейка. Чтоб на завтрак у меня кофе. А нет, приводнул. Это что? 138 такое, да? Маккофе. Непонятно, сколько стоит, но вот я хочу попробовать. Латте. Традиции с 1873 года. Тюлька. Тюль. Что такое тюлька? Наш пролив. Богат на дары. Обжаренный в томатном. Ну, это типа, что-то корюшки, да? Или нет? Смотрите, кто-то колбасу скинул. Пойдемте обратно и в холодильник уберем. Анчоус европейский в томатном соусе. Как вам цена? Жареные колбаски из горбуши в соусе терияки. 78 рублей. Это что-то, это что-то, это новинка светофора. Берем. 100% уберем. А вот и смотрите, за 73. Тушеная говядина рубленая. Такая. Подвоенную сделана. Для походников. Вот такой я еще ни разу не пробовал. Одну возьмем. Смотрите, соус какой за 47 рублей. Балтимор. Помните такую контору? С лесными грибами, луком и петрушкой. Идеально курицей и пельменям. Давайте возьмем, потому что тот мой майонез, который я взял, чисто только выкидывать. Закуска воронежская. Что это такое? Овощная? А, нарезанные овощи, да? Тушеные. Пусть будет. Смотрите, смесь компотная. Там яблоки, виноград, клубника какая-то. Ого! Вот эта нога. Ее бы запечь. Рулечку сделать. А, ну понял, что скинул. 315 рублей стоило. Или 315 за килограмм. За килограмм? Колбаса сырокопченая сухая. Юбилейно. Вот. Вот это, друзья, вот это настоящий сервелат. Вот это настоящий сервелат. Он прям твердый-твердый. То, что я взял, это вообще не сервелат. Я зелени вообще не ем. Давайте возьмем, сделаем салатик. А вы заметили, что десерты, гранд десерт пропал со светофора. Ой, ни разу не брал. Кальмар в чесночном соусе. Берем. По-рыбному пойдем сейчас. В машинке. 98 рублей. Грибов захотелось. Крылышки копченые. Что это такое? 183 рубля. Стоит ли взять копченых крылышек? Да. Давайте возьмем. Я там супец видел. Вон, смотрите, какие-то пельмени. Последние остались так. Блины с мясом пельмени. Сытные. Сибирская коллекция. 100 рублей за 900 грамм. А, вот их спрятали. Слушайте, ну если 100 рублей за 900 грамм. Я, наверное, 2 обязан снять. Да, давайте возьмем. Одну сварим, а вторую пачку я хочу потом как-нибудь на днях сделать фри. Е-мое. Хоть вот сюда, грамм, 100 рублей. Суп гороховый 15 рублей. 30-35 минут и готово. Со вкусом копчености. Вот как раз под копченые крылышки и залетит это все дело. Вот. Вот этих вот с чем. Закинул я супец. Варил его минут 40, наверное. На медленном огне. Сейчас предлагаю туда закинуть еще вот два крылышка. Прям мясо очистить. И мяско туда закинуть. А, ладно, вот так вот. Все. Состав сахар, сухая молочная сыворотка, сухой глюкозный сироп, частично гидрозированное кокосовое масло, кофе натуральное растворимое, порошком разное. Пока суп варил, вот руку себя обварил жестко. Вот этот кубик кинул, начал его в воде в кипящее пытаться разломать. Как вот сюда вылилось вот так вот, вот здесь вот, вот рука, все. Ужас. Латте 112, ценника не было, да? Ага. Крылышки копченые 165 за 900 грамм. Это вообще отличная цена, я считаю. Ничего я туда не добавлял. В ней соли. Идеально. Ну-ка, с курочкой. Мне кажется, эту курочку надо под пивасик. Фельмец какой-нибудь, чипсы луковые, крылышки. Прямо остро. Кусочками мелкими баклажаны нарезаны. Не то, чтобы просто остро, а вообще остро. Здесь лук, морковь, помидоры, баклажаны, чеснок. Масло подсолнечное и много перца. Много перца. Заберите кто-нибудь у меня. Не могу оторваться. А вот это вот, что такое? Разносольников. Закуска воронежская, овощная. Кстати, она дорогая. Очень дорогая. А, нет, 57 рублей. Манго еще взял. В машину кинул. Брикет гороховый 15 рублей. Вешенки 98. Кальмар 69. Вот этот. Пельмени. Ага, салат премиум. Салат 25 рублей. Кстати, зеленый салат, лист салата 25 рублей. Хлебцы по 12. Напиток кофейный 112, уже сказал. Снежный краб это на завтра оставить. Баклажаны 60 рублей. Россия, Самарская область. Волжский район, ПГТ. Строй керамика. Чем приколен горох? Вот такой сублимированный. Но готовится в два раза быстрее. Вот такой вот суп на природу взять. Это вот, друзья, будет что-то невероятное. Вот прямо сейчас ем его. Еще было с дымком. Вот, дымок добавляем. Сейчас еще одно крыло достану. Попробуем вот этот, кальмар. Что это такое? Просто кальмар майонез на чесночном соусе. Хочу сказать, что он максимально нежный. Балтийский берег производит город Санкт-Петербург. Нормальная, да, у них продукция? Че уж раздостал. Это капуста, друзья. Капуста свежая, морковь. Перец сладкий, лук свежий, томаты. Свежая, да, томатная паста. Закуска воронежская, овощная. Это просто тушеная капуста. На сковороду кинуть, подогреть. Сосисочек туда порезать. Но мне вот по душе вот эти пришлись. Это прям ван лав. Если вы так же, как я, любите острое, и обожаете баклажаны, непременно должны попробовать. Вот сейчас, вот мой выбор. Я всем доволен. Ну, вот эта капуста, конечно, лишняя. Не стоит она этих денег. Это просто тушеная капуста. Можно сказать, кофейный напиток. Ну, как три-три в одном. Типа кофе такое. Так, вы не переключайтесь. Встретимся с вами на ужине. Пельмени будут, наконец-то, нормальные. А у меня ужин сейчас. Пельмешки почти доварились. Растопил, друзья, очаг. Пошел дров, напилил немного. И сегодня, короче, купил, знаете что? Вот такие вот семечки подсолнечника. А, не семечки, это шелуха подсолнечника. Представляете? Для растопки. Сейчас вот эти прогорят у меня основные дрова. Я кину. Сказали, мол, как каменный уголь. 100 рублей 2,5 килограмма стоит. Мне кажется, это фигня. Прямо тут под камином сел. Что-то у нас, друзья, нет. Ни с этого, ни сока никакого. Ни газировочки. С грибами соус. Надеюсь, получше, чем тот майонез. Приготовьте вкусное блюдо с Балтимона. Куриное филе. Ладно. По 25 рублей зелень в горшочке. Меня это радует. Завтра на работу еду со Станиславом. По Подмосковью будем мотаться. Инспекция объектов. Надо на обед. Где-то на югах будем заехать в светофор и взять что-нибудь. И не забыть газовую плиточку взять. Разогреть, может быть, кашу с говядиной. Вот это я понимаю за 100 рублей. Вот это я... Никакого постороннего запаха. Вкуснейшее... Тесто. И... Не побоюсь этого слова, фарш. Грибы хлопнули. Ну, конечно, не то. Мне недавно подписчики отдавали опята. У них маринад был такой. Немножко с гвоздичкой. Город Рязань. В Рязани, как там говорится, грибы с глазами. Грибы вешенки. Черный перец, горошек, укроп сушеный, чеснок, лавровый лист, регулятор кислотности, уксусная кислота, соль, вода. Все. Это радует. Многие не придают значения тесту для пельмени. Говорят, типа, вот фарш, фарш. Но тесто, как и фарш, играет немаловажную роль. Оно нежное. Я бы даже сказал, знаете, сливочное какое-то. Как будто на сливочном масле. А, на молоке замешано. Так еще за 100 рублей. Почему в светофоре они 100 рублей стоят, а... Там в магните по 250. Кто мне может объяснить? Как там в Китае едят? Так заворачивать. Знаете, я вот... Всегда, когда беру Балтимор... Ну, я его редко вообще беру. Но если вижу где-то на полках, у меня в голове сразу играет песня. Ах, как хочется вернуться, Ах, как хочется ворваться в городок. Многие, наверное, и не помнят. Но... Таким якорным спонсором у городка был Кетчуп Балтимор. Веселая передача была. Ну, и грустная в каких-то моментах. Хоть душу отвел. Нормально пельмени поел. А то вчера через силу. Вот и прошло первые два дня. На светофоре осталось 28 дней. Надо завтра взвешаться. Я сейчас примерно 85 килограмм вешу. Хочу похудеть килограмм на 5. Не забывайте подписаться на канал. И вот здесь сейчас вылезет вам видео. Нажмите на него. Оно индивидуально, каждому свое. С вами бессменный ведущий канала Дневник Еврея Сан Саныч Богомолов. Всем пока-пока. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok